Помогает ли воздержание людям? Помогает. Поможет ли оно тебе? Нет. Ты думаешь, что воздержание поможет изменить твою жизнь? Но это так не работает! Ты сначала находишь точку, к которой ты хочешь идти, и потом начинаешь воздерживаться. Воздержание это в своей сути инструмент. Как ты видишь влияние воздержания на свою жизнь? Ты что, думаешь, неделю не будешь дрочить и все будет хорошо? Оно так не работает! Ты понимаешь? Ты сначала находишь эту точку, а потом ты к ней идешь. А ты думаешь наоборот, я вот буду лежать на кровати, я не буду правильно питаться, я не буду заниматься спортом, я от сладкого там откажусь, от курения, от чего-то откажусь, буду лежать и терпеть. И в какой-то момент Иисус спустится с неба, вот так пальцами щелкнет, я сразу накачанным стану, уверенным в себе, энергия и силы появятся, и моя жизнь изменится. Ну скажи честно, ты же так себе это представлял, ты же думал, что на неделе воздержания у тебя будет так много энергии, так много внутреннего дискомфорта, так много силы, что она сама направится в какое-то дело. Тебе останется просто его начать, но ты понимаешь, что оно так не работает, оно так не работает, дружище, тебе не нужны эти ролики по воздержанию, не нужны, тебе жизнь нужно свою менять, понимаешь? Каждый раз накачивая себя излишней информацией, ты осознаешь только вред воздержания, но понимая вред, ты не перестаешь дрочить. Я был в этой позиции, я был в тяжелейшей депрессии, апатии, провоктин по тысячу был практически, при низком тесте. И я смотрел ролики, а как правильно воздерживаться, вот как отказаться от похоти, вот что мне делать, чтобы не дрочить? Ты сломленный человек, я понимаю, ты пытаешься хоть в воздержании найти панацею, как бы свою жизнь изменить, но это так не работает. Ты должен во-первых ответить себе на вопрос, зачем тебе воздержание, вот по чесноку, зачем? И ты должен работать именно с тем, для чего тебе воздержание. Воздержание в такой ситуации само придет, ты понимаешь? Если тебе нужно накачаться, просто ходи в зал, изучай именно зал, а не воздержание. Когда ты будешь увлечен залом, воздержание само потянется. У тебя скоро соревнования на единоборствах, так просто уйди в эти соревнования, не нужно дрочить. Ты хочешь хорошо учиться, так погрузись в учебу, воздержание само придет. А, учеба тебе не интересна? Так не надо воздерживаться с учебой, учеба тебе не нужна, ты понимаешь? Если тебе это не интересно, как ты видишь воздержание в учебе? Это просто такая шизофрения, реально, это полная правда. Я в 10 классе пытался воздерживаться, чтобы лучше учиться. А учиться вообще не интересно, вообще не хотелось. Но я думал, что воздержание мне поможет. Это просто ужас! А вы знали, что в интернете есть целое движение воздержанства? Есть сайты тематические, есть группы тематические, сообщества, где люди собираются и обсуждают. Вот не могу бросить, вот как-то да, вот вчера воздерживался, 3 месяца воздерживался. И вот слил. Жизнь испортилась, плохо себя чувствую. И все такие, ну 3 месяца вообще, герой. Каждый день, каждый день приходят на эти сайты и пишут, какое у них настроение, какое самочувствие, что происходит. И никак не могут бросить. Как вы думаете, почему? Так вместо того, чтобы бросить, они сидят на сайтах, чтобы бросить. Точка ноль в этом процессе, это забыть о том, что ты воздерживаешься. Ты не должен думать об этом. Чем больше ты думаешь о том, чтобы воздерживаться и не дрочить, тем больше ты думаешь о дрочке. Тем больше ты хочешь дрочить. Нормальная позиция воздержанства, он даже не думает об этом, он не помнит этого. Он настолько увлечен своими целями и задачами, что воздержание у него в жизни не существует. Он просто достигает своих целей и задач. Он подчиняет мир себе. А люди, которые пытаются воздерживаться, они не подчиняют мир. Они пытаются подчинить себя. Потом эти таймеры воздержания, когда человеку очень плохо говорят. Ну да, ну ты хотя бы там это, часик воздерживаешься, хотя бы денёк там на секундомере, на таймере записывай, держись, иди дальше. Что это такое? Как к этому адекватно относиться? Человек берёт и буквально таймер воздержания записывает. Я был таким же, я был таким же, у меня было воздержание две недели. И знаете что? Когда было две недели, я хотел отпраздновать. Я думаю, да, надо себя как-то наградить. И я начинаю дрочить, вы понимаете? Дрочить начинаю. Блять. А если бы у меня этого таймера не было? Если бы я не знал, что у меня две недели? Блять, я просто бы дальше воздерживался. Вы понимаете? Когда ты достигаешь какой-то планки 10 дней, 20 дней, месяц, ты начинаешь понимать, что о, да, я на новой цели. Надо себя наградить. Появляется стойкое ощущение, что ты выполнил свой план. И воздержание сейчас мешает. Ведь ты добился того, чтобы воздерживаться месяц, а не в том, чтобы просто начинать воздерживаться. Давай резюмируем все, что я сказал. Знание не дает тебе силу на воздержание. Если ты осознаешь вред воздержания, от этого воздерживаться ты не начинаешь. Тебе не нужно думать о воздержании. Это не дает никакого профита. Ты просто должен вычеркнуть мастурбацию и порнуху из своей жизни. Тебе не нужно вести дневник воздержанца, где ты записываешь каждый день воздержание. Тебе нужно минимизировать думание о воздержании до нуля. Тебе не нужно смотреть информацию по воздержанию. Чем больше и глубже ты погружаешь себя в эту тему, тем сложнее тебе воздерживаться. Тебе не поможет информация, пойми пожалуйста, тебе реально не поможет информация. Ты неосознанно, подсознательно ищешь какой-то секрет. Какой-то такой видеоролик, который будет триггером для воздержания. Вот какая-то такая секретная информация, которую ты сейчас узнаешь и начнешь воздерживаться. Так вот, считай это знак. Это тот ролик. Прямо сейчас говорю тебе, точка Б. Ты формулируешь ее и идешь к ней. Что это может быть, я не знаю. Прямо сейчас можешь переходить в телеграм-канал, я там провожу бесплатные консультации. Мы можем с тобой поговорить. Я буду не настолько экспрессивен, не настолько эмоционален, все будет право их адекватно. Я в канале как раз загружу один ролик, где мы обсудим механику и более такие, ну, душные моменты, концентрат воздержания. И какие-то фрагменты из этого ролика я загружу на свой канал. Поэтому, если тебе интересно, переходи. Там мы обсудим, я тебе помогу. Я прошел этот путь воздержания и я хорошо знаю, как ты себя чувствуешь. И вполне вероятно, проблема была не в воздержании, а в чем-то другом.